Копеечное наказание. В Кировограде суд оштрафовал экс-начальника областной милиции Анатолия Витюка за коррупционное правонарушение. Вас обязательно насмешит сумма штрафа, который наложили на него за то, что он обеспечил головокружительную карьеру своей жене. Не верите? Посмотрите репортаж моих коллег. Анатолий Витюк возглавил милицию Кировоградской области год назад после событий на Майдане. Из десятка претендентов именно его выбрала иллюстрационная комиссия. Назначение одобрил и глава МВД. А вот местные активисты с самого начала были настроены категорично. Небезосновательных обвинений в адрес Витюка было много. Повышение милиционеров, крышующих наркобизнес, увольнение неугодных и лоббирование интересов жены. За год от простого часткового она доросла до замначальника городела. Получила досрочное звание подполковника милиции, служебную машину в личное распоряжение и ежемесячную премию. Месяц назад вся эта информация попала в СМИ. Витюк написал заявление об увольнении. Сегодня он предстал перед судом. Подобных порушений не было. Это лишь на всю область. Я так считаю, что почти на Украину. Первый случай. Правопорушника вызвали винным за статью 172 с примиткой 7 Кодексу Украины про админправопорушения. И санкция данной статьи предпочитает размеры штрафа. Штраф за злоупотребление служебным положением оказался аж 170 гривен. Но бывший милиционер уверен, суд отнесся к нему предвзято. Кроме смешного штрафа, Анатолий Витюк не может работать в правоохранительных органах год. Потом в праве вернуться. Такое мягкое наказание возмутило местных активистов. Они уверяют, подобные кадры должны уходить из органов как минимум на десятки лет. Елена Брынза, Владимир Кубакин. Подробности телеканал Интер Кировоград. Редактор субтитров А.Семкин